Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга и сегодня у меня нет тона на лице. Это значит, что мы будем тестировать новое тональное средство от Ariflame. Матирующий BB крем со SPF 10 On Color. Обсудим с вами, такое уж ли оно новое, насколько отличается обновленная версия от предыдущей. Вот эта конструкция значит, что я постараюсь показать вам крупные планы при тестировании. И посмотрим свочу на руке. И я буду наносить на две половинки лица сегодня новый оттенок естественный и прошлый. Посмотрим, как они отличаются, либо похожи в нанесении. Если вам все это интересно, то поехали. BB крем On Color уверенно занял свое место в сердцах потребителей косметики Ariflame. И в моем тоже, потому что с момента выхода этого средства я израсходовала несколько тюбиков. И вот один из них, кстати, последний, больше в запасе у меня нет. И сегодня я буду вместе с вами определяться, буду ли я дальше пользоваться этим средством. За что же его так полюбили? Конечно же, в первую очередь за очень комфортное покрытие. В этом покрытии есть ухаживающие, увлажняющие ингредиенты. И за счет них оно ложится просто невесомо, очень нежно. И вот этот увлажняющий эффект, какой-то эффект влажного финиша я всегда чувствовала. И именно поэтому всегда, когда мне нужно было идти куда-то по делам, на повседневную такую жизнь я выбирала BB крем. Еще у меня вот на одной полочке вместе с BB кремом стоит AZ The One, но он поплотнее. BB крем вот абсолютно мягкий, нежный, очень, вы видите, небольшой тюбик, но при этом экономичный. И он дает эффект мягкого расфокуса. Я мониторила отзывы на сайте Reflame и увидела, что многие наблюдают вот этот эффект скрывания пор, расфокуса, кисти фотошопа, который заявлен компанией Reflame. Нам производитель обещает сейчас невесомое матовое покрытие, комплекс Oil Control для гладкой матовой кожи без жирного блеска и алоэ вера для смягчения витамин Е для защиты кожи. SPF 10 также остается, то есть этот крем будет защищать ваше лицо, кожу от фотостарения. Небольшой SPF 10, но тем не менее он есть. И когда я сравнивала два состава прошлого BB крема и нынешнего, то я отметила, что формула немного отличается. И в прошлой формуле именно алоэ вера экстракта не было, а в новой версии он добавлен. И также здесь добавлены компоненты для усиления вот этой SPF защиты. Ну что, давайте посмотрим оттенки на щеке и потом перейдем уже к тестированию. Первый оттенок 41748 светлый. Вот сейчас я вижу, что это теплый оттенок и у него есть такой песочный отлив. То есть вот вы видите, насколько это светлый тон. И я тоже отмечаю, что я пользовалась разными оттенками. Оставилась на естественном для себя. Это мой выбор. Но каким бы оттенком мы не пользовались с вами, ну вот давайте вот здесь вот я покажу. Вы видите, как он растушевывается и адаптируется к цвету кожи. Ну, конечно, если вы девушка со светлым тоном кожи, то выбирайте вот этот первый оттенок. Второй оттенок у нас 41749. Это естественный. Давайте посмотрим, как будет он выглядеть в сравнении со светлым. Вот, вы видите, насколько он желтее и насколько он коричневее. Я отмечаю, что прошлый естественный имел вот мой любимый сероватый подтон. Он очень хорошо корректировал. И хорошо, что он у меня сейчас есть. Я смогу с ним сравнить. Так как формула самого средства изменилась, вполне могли измениться и оттенки. И третий оттенок, давайте посмотрим. 41750. Это у нас тон средний. И как же он будет выглядеть? Знаете, мне кажется, что в целом цветовая гамма, вот именно цветов и оттенков, примерно одинаковая. Они все три цвета одинаково желтые. Одинаково. Вот какой-то вот подтон у них вот один. Я вижу только больше белого. В первом вот вообще прямо много. Здесь в среднем, в естественном, поменьше белого. И в этом совсем мало. Но сам тон, вот посмотрите, очень похож. То есть это для девушки определенного цвета кожи, которая носит тональное средство зимой, весной и летом, когда загорит. Но вот мне кажется, что девушкам с холодным подтоном кожи нужно быть аккуратнее с этим тональным кремом, потому что это явно выраженный теплый подтон. Давайте посмотрим теперь мой вот естественный, которым я пользовалась до этого, который я очень нежно люблю. Я его нанесу, ну где-то давайте вот здесь вот рядом с естественным, который я уже нанесла. Для того, чтобы мы могли сравнить. Ну кажется, что они похожи, но это другой оттенок. Другой. И если кто-то будет говорить, что это точно такой же оттенок, и это та же самая линейка, просто ребрендинг нет. Вот этот тон с рыжиной, а вот этот тон, который был раньше естественный, у него есть сероватый подтон. Я надеюсь, что вам вот это вот понятно объяснение. Вот такие мои разукрашивания лица, они дают вам какую-то пользу. Я вижу, что оттенки абсолютно разные. И вот этот оттенок, он имеет вот этот холодный сероватый подтон, а этот ярко выраженный, такой светло-рыжий. Давайте теперь, чтобы было лучше видно, нанесем на две половинки лица. И уже посмотрим максимально явно, насколько отличаются, либо похожие эти два оттенка средства. Итак, наносим на вот эту часть лица. 41-749 оттенок Light. Я наношу на руку. И сейчас буду переносить на лицо. Кстати, вот упаковка для меня не очень удобна. Вот эта крышечка закручивается, раскручивается. Я переливаю упаковку из-под тонального средства Giordani. Поэтому у меня вот этот тюбик, он практически выдавлен до конца, потому что уже перелит. И там упаковка с дозатором, и пользоваться очень удобно. Даже вот на руке сейчас я вижу, насколько этот оттенок темноват для моей кожи. Ну, давайте посмотрим. По эффекту я сейчас вижу, что перекрытие такое же хорошее, как и у предыдущей версии. Очень приятный аромат. Но экономичность такая спорная, потому что вот это количество, которое я выдвинула, ну да, оно было небольшое, но мне его не хватило. Поэтому я еще добавляю средства. Мне кажется, что в прошлой версии крем распределялся и наносился именно в меньшем количестве. Ну, сейчас попробуем. Мне кажется, что я вижу матовость заявленную. Вот это вот мне очень приятно, потому что в прошлой версии был именно финиш влажный, и даже было какое-то небольшое сияние. А вот у этого средства я вижу матирование. Но пока я буду наносить на вторую сторону, мы посмотрим, как он усядется на лице и насколько будет явно выражено матирование. Сейчас есть еще определенная влажность, но все равно видно, что какая-то присутствует небольшая пудровость. Вот я нанесла. По ощущениям абсолютно то же самое, что и было в прошлой версии. Кроме того, что есть вот эта вот матовость. Размытие точно такое же, комфортность такая же, текстура такая же. Очень приятное средство. Единственное, теплый подтон. Я вижу этот теплый подтон. Но давайте сравним со старой версией. На вторую сторону лица я буду носить 35640. Тоже в оттенке light. Сейчас я его выдавлю. И возьму другую чистую кисть. Но, ну, ребят, ну, совсем другой оттенок. Вот этот оттенок рыжий. А этот оттенок, он светлый. Он светлый, с сероватым подтоном. Это моя прям любовь. Из этого сероватого подтона я постоянно брала биби-крем. Ну, ну, вот видно, даже на руке есть вот остаток от прошлого биби-крема. И этот остаток рыжий. Рыжий. А это светлый. Светло-серый. Очень красивый. Ну, ладно, давайте. Вот, даже наносится. И видно, что он наносится другим тоном. Ну, давайте посмотрим. Более светлый, кстати. Естественный был более светлый. Не знаю, может быть, я придираюсь. Может быть, это просто, ну, как бы, партия разлита. Немного другой тон. На самом деле, то же самое. Но мы видим, что и формула не та же самая. Поэтому давайте сделаем. Потом проверим и сравним. Ну что, я нанесла два естественных оттенка. Прошлая версия и новая версия. И сейчас я могу уже уверенно сказать, что это абсолютно другое средство. Во-первых, новая версия более плотная. И даже на руке видно, что вот, это осталась новая версия. Она осталась на руке. То есть, я наносила и вот осталось пятно. От старой версии, от прошлой, на руке ничего не осталось. Что говорит о более легкой текстуре. И количество средства. В предыдущей версии мне потребовалось одно количество. Потому что оно более легкое, оно очень легко распределилось по лицу. Новая версия более плотная. Из-за этого мне потребовалось вдвое большее количество. Потому что распределялось более плотно по коже. И, соответственно, больше крема потребовалось. Оттенок я вижу, что он разный. Здесь у нас более теплый оттенок. И матовость. Вот она на лице. Матовость присутствует. Не знаю, насколько передаст камера. Но зеркало точно передает, что вот эта сторона у меня матовая. А эта сторона, она имеет влажный финиш. Но, смотрите, перекрытие у нового биби-крема лучше. И за более плотной текстурой. И за более плотного пигмента. Здесь, может быть, потому что побольше я нанесла. Но, опять же, за более плотной текстурой. Но здесь перекрытие, вот кожа более идеальное с этой стороны. С этой стороны у меня более прозрачная текстура. Я вижу, что сам биби-крем, он просто лег вуалью. Но он говорит, как бы нам, я тут просто полежать, чтобы защитить вас немножко от ультрафиолета. Немного дать тона. Но сильно перекрывать я ничего не собираюсь. А вот этот новый, он уже собирается. И он уже работает как более дорогое средство. Не такое экономичное, как в предыдущей версии. Поэтому взвешивайте сами все за и против. Смотрите свойства. Я очень скрупулезно сравниваю. Если сильно так не придираться, то это практически одинаковое средство. Но если разбирать уже до нюансов досконально, то разный оттенок, разная текстура, разный финиш, разная плотность покрытия. И даже разный расход у биби-крема прошлой линейки и новой. Это был мой обзор на новое тональное средство. Матирующий биби-крем с SPF 10 On Color. Если вам мой обзор был интересен и полезен, то ставьте под этим видео лайк. Ну и пишите в комментариях, пользовались ли вы предыдущей версией и планируете ли пользоваться новой линейкой. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть новые видео о новинках Арифлейм на канале Взлет самыми первыми. Пока-пока!